Привет, с вами мои бурные новости. Проснулся я сегодня, налил себе кофе, залез в интернет, а там опять новости. Скорее даже не новости, а просто темы для бурного разговора. Ну не могу я молчать, когда я например слышу, что господин Милонов собрался определять геев по запаху. Ну ёбаный пиздец, ну подскажите мне, как это будет происходить в реальности? И как это рыжее чудовище будет нюхать мужиков? Всё, блядь, моя бурная фантазия начала активно работать. Итак, приготовьте себе чай, кофе или что-нибудь покрепче. Я начинаю. Короче, наш депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов, ну это рыжий, который в очках, такой и с шепелявостью, как у меня, принял участие в одном из телепрограмм на одном телеканале, где сука высказал своё предположение о создании некого критерия для определения мужиков, гей он или не гей. Он просто сука взял и в прямом эфире радиостанции зачитал статью из какой-то малазийской газетёнки, где ебанутыми журналистами было реально написано утверждающее предположение о том, что мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации, ну а проще говоря геи, обязательно отличаются любовью к брендовым шмоткам. И всегда все имеют ухоженную бороду. Услышав это, я вообще сука заржал в голос. Ха-ха-ха. То есть сейчас малазийские журналисты косвенно назвали меня геем, так как я тоже люблю брендовые шмотки и ухаживаю за бородой. Ха-ха-ха. Вы что, блядь, там совсем ебанулись? В Малайзии своей. Что, сука, за критерии такие? Ну это какие-то стереотипы, я считаю. Я, например, знаю десяток геев, у которых вообще нет бороды, и которые одеваются реально в стоке или даже в секонд-хенде. Видимо, всё-таки малазийские геи как-то отличаются от российских. И вообще там в Малайзии это, если мужик по улице идёт в штанах, значит он уже как-то выглядит необычно. Блядь, всё потому, что наверняка в Малайзии большинство мужиков просто ходят без штанов, а в набедренных повязках. Кстати, по мнению Милонова, самым действенным способом по выявлению геев может стать определение геев по запаху. По запаху, ребята, блядь, по запаху. Такого бреда, сука, я ещё вообще не слышал. Милонов сказал, что от гомосексуалистов всегда пахнет серой. Пиздец, друзья, это, блядь, какой-то реально вынос мозга. Какой серой? Милонов, проснитесь, вы срёте? Вы что за ерунду вообще несёте, а? У меня сложилось такое ощущение, что вы просто перенюхали тысячи мужиков для того, чтобы сложить такое мнение. Ну вот у меня истерика, реально. Наверняка среди тех, кто смотрит этот видос, есть люди, у которых есть знакомых геи, лесбиянки или, ну, вообще кто-либо. Ну это 100% так бывает. И вот отсюда вопрос. Ребят, ну серьёзно, напишите мне в комментариях, так ли это, так ли от них пахнет серой. Хм, я не замечал. А, кстати, в декабре прошлого года Милонов также предложил ещё один способ по определению мужиков-геев. И причём, знаете, самое интересное, что лесбиянок он не трогает. Он относится негативно только к геям. Мешают они ему, сука, жить спокойно, возбуждают, наверное. Так вот, сядьте поудобнее. Милонов сказал, что предполагаемого гея нужно просто кинуть в воду или в какую-нибудь реку. И если этот чувак затонул, значит он не гей. А если не утонул, и он там плавает, а ты кидаешь в него камни, а он не тонет при этом, значит точно ведьма или гей. А, блядь, ёбаный пиздец. Я вообще, когда это прочитал, я был просто в ахуе. То за хуйню я сейчас только услышал. И это предложение нашего депутата, друзья. Кстати, это предложение было очень редко осуждено представителями общественности и стало высмеиваться во всевозможных интернет-пабликах и ресурсах. Ну так правильно, что за хуйню вообще он сказал. Вы все знаете, товарищ Милонов, рыженький наш питерский мальчонка, мой вам совет как человеку. Просто сделайте уже публичный каминг-аут. Вам станет просто жить легче с осознанием того, что вы из латентного гея перейдете просто в разряд открытых. В этом нет ничего страшного, как вы можете считать. И не нужно гнобить всех геев. Мы живем в 21 веке. Они окружают и нас, и вас. В медицине, в барбершопах, в школах, да много где. И знаете, даже в вашей государственной думе есть парочка таких. И вы наверняка их тоже знаете. Займитесь уже своими прямыми обязанностями и прекращайте уже, блядь, нюхать геев, кидать их в воду, кидать в них камни. Иначе вы потеряете скоро рассудок, и ваше место будет в Каченко. Откройтесь, расскажите всему миру, кто вы есть на самом деле. Хотя мир и так уже об этом знает. Просто ждут официального заявления. Будьте счастливы. Аминь. Так и теперь и лесбиянка, что ли? Новость это или нет, не знаю. Но скорее так размышления на услышанную мною тему. Конечно, многие сейчас из вас напишут, что я сейчас здесь про геев и лесбиянок начну говорить. Мол, фу, фу, фу и все такое. Но, блядь, народ, давайте быть просто толерантными друг к другу. Я же не призываю никого идти и становиться геем или лесбухой. Просто тут на днях наша поп-дива Катя Перри, автор кита I Kiss A Girl, ну это типа я поцеловала девушку, заявила журналистам, что с удовольствием бы переписала песню, если бы выпускала ее в этом 2018 году. Перри заметила, что в песне есть стереотипы относительно ЛГБТ-сообщества. Стереотипы? Хм. Я помню, когда песня вышла, все стали ее обвинять, что эта песня типа для лесбиянок, ну и так далее и тому подобное. И вот только спустя несколько лет Перри ответила на эти обвинения. Цитирую. На самом деле она просто иллюстрирует стереотипы общества о том, что привлекательность женщин нужна только для удовлетворения мужских потребностей. Я хотела показать, что это не так, говорит певица. Короче, в песне, в которой поется о том, что одна девушка засосала другую девушку, есть такие слова. Хорошие девушки так не поступают. Ну-ну, блядь, вы еще не видели, как поступают хорошие девушки. Как говорится, в тихом омунде все черти водятся. Хочу сказать, что на сегодняшний день эта песня была бы уже не актуальна, потому что темы нетрадиционной сексуальной ориентации уже давно никого не удивляют. Но мне так кажется, ибо я живу в 21 веке. В современном городе, а не в деревне, начинают бить в морду и обходить человека, будто он болеет чумой. Да и текст этой песни был бы, на мой взгляд, более провокационный, если бы она выходила в данное время. Да, кстати, артистка также призналась, что много-много лет назад ее родители-священнослужители отправляли ее в коррекционный лагерь, чтобы, так сказать, вылечиться от гомосексуализма молитвами. Но этот способ, по словам самой Кати, ей не помог. И что это означает? Она лесбиянка, что ли? Ну, лесбиянка или нет, это ее право. Песня-то у нее ничеток, даже на отсутствие ее вокальных данных. Целуйте всех, кого хочется, друзья. Аминь. Это были бурные и такие, блядь, голубо-розовые новости вместе с Бурей на Забирай ТВ. Любите, цените, уважайте. Увидимся. Пока.